привет всем здравствуйте у нас сегодня замечательный день для того чтобы поднять и обсудить очень хорошую интересную тему кто помнит какую мы тему должны были сегодня разобрать я вооружился как всегда тетрадкой карандашом ручкой фломастером не важно итак сегодня у нас очень важное мероприятие и она посвящена целиком и полностью интернет бизнесу меня зовут загидулин марсель и сегодня мы разберем тему где брать людей в бизнес рад всех видеть на прямом эфире не забывайте ставить лайки и конечно будут вопросы обязательно их задавайте в прямом эфире я с удовольствием буду отвечать давайте проверим качество связи как меня слышно и видно можно поставить плюсики тогда я буду знать что полный порядок сегодня у нас 6 марта 6 0 3 2022 так и запишем тема где брать людей в бизнес благодарю все хорошо очень хорошо вижу обратную связь отлично спасибо за комментарии за плюсики за лайки очень приятно еще раз представлюсь да меня зовут загидулин марсель я живу в казани татарстане и занимаюсь работой в интернете и вчера у нас на прямом эфире был разобран бизнес в компании be free да и мы поговорили как работает компания be free я образно все все это попробовал визуализировать вашими и нашими руками и глазами для того чтобы можно было все это представить до перед перед глазами представить как это работает и конечно же конечно наверное возможно я не знаю да то есть нужно же понимать какое количество людей было партнеры не партнеры просто кто заглядывал и убегал но людей было достаточно было очень здорово конечно надеюсь что были не только партнеры компании до повторения мать учения но такие были новички гости просто зрители которые находились в тот момент в социальных сетях в прямом то есть онлайн и соответственно могли видеть и слышать все что было в прямом эфире был очень эмоциональный эфир очень эмоциональный я его пересмотрел после того как он закончился попил кофейку чайку я его пересмотрел этот эфир и вы знаете первое что чему мы должны научиться такой навык его надо закрепить вообще без этого никак это самого себя или саму себя пересматривать и переслушивать причем периодически особенно то что ты на то что мы раньше говорили потому что то что мы говорили раньше для кого-то эта информация которую этот человек увидит ее может только сегодня а возможно какой-то видеоролик который мы с вами записали в интернете выложили да какую-то социальную сеть выложили он там гуляет там была зима а он и смотрит осенью да и соответственно интересно может так сложиться ситуация что там ты где-то среди сугробов ходишь до чего-то там какие-то ролики записываешь а он будет его кто-нибудь в июле месяце посмотрим социальные сети же так работают приветствую всех кто присоединяется и это вообще интересно сегодня мы не будем долго затягивать время до месяца вчера у нас прямой эфир он я посмотрел до час двадцать до сегодня мы не будем столько времени занимать друг у друга но все зависит от того какие будут вопросы потому что я не знаю кто придет на прямой эфир какие там вопросы будут до соответственно у кого-то может быть нужно будет какой-то момент обсудить до поднять какой-то момент разобрать но сегодня тема прямого эфира она непосредственно будет посвящена интернет бизнесу я никакой план действий не составлял и хочу сказать что прямо сейчас по ходу дела до будут приходить мысли и я буду их фиксировать собственно говоря в тетрадке для того чтобы упорядочить ход этих мыслей но самое главное каждый раз для меня любой прямой эфир готовился я или нет его нужно сначала начать правильно его нужно запустить а это самое сложное особенно для тех людей которые его не запускали никогда таких людей много и я вам скажу что для того чтобы успешным стать недостаточно просто быть какой-то компании и что-то там работать но вы можете на работе так ведь бесконечно работать но при этом не не пробьете финансового потолка просто мы туда ходим или ходили да кто ходит на работу по одной простой причине чтобы минимальные потребности закрыть а это пища и какие-то коммунальные услуги возможно какие-то простые повседневные там бытовая химия еще что-то она какие-то мечтюльки там не заработаешь я конечно у меня нет такого чтоб я кого-то призывал там увольняться откуда туда это потому что ерунда полная потому что это осознанный выбор и когда человек осознал что ему основное место работы на который он ходит мешает для того чтобы в бизнесе состояться и начали получаться какие-то результаты значит надо валить оттуда вот в тот момент когда ты это понял или поняла в этот момент как раз и происходит переосознание ты меняешь свое мировоззрение свое мышление меняешь а мы кстати этот момент затронем потому что вчера я говорил что мы обязательно разберем тему личного бренда окружения мышления да и сегодня у нас тема эфира собственно говоря посвящена именно где брать людей вот я вам скажу вы будете конечно смеяться вот когда вы все поймете вот мне хочется в первую очередь конечно обратную связь вот просто ваше мнение не поленитесь пожалуйста напишите сейчас в комментариях в комментариях напишите значит где вы берете людей и как вы их берете ну попробуйте в одно предложение там уложиться а я пока порисует еще нибудь порисую вдруг еще кто придет не забывайте лайки ставить на хотя когда пишешь уже лайк некогда ставить а действительно у кого кто где берет людей и вообще может вы сталкиваетесь тем что а где брать людей и вот этот вопрос да а что-то ко мне люди не идут вот сейчас мы на эту тему поговорим где же эти люди все же они не идут так нам там вообще на самом деле можно много много пунктов под пунктов в этом вопросе но нет это валентин понятно дело что соцсети ну вот смотри вот валентин давай будем твой пример разбирать ты говоришь соцсети хорошо это понятный комментарий что соцсети а что там соцсетях нас валентина она всегда бьется как бы она идет сразу в бой самое первое всегда во первых человек четко следит сейчас мы этот момент отметим это первое до первое подписан 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 не только в бизнес здесь будет наверное одна-две стрелочки первое это бизнес сейчас валентина мы этот вопрос разберем евгения да понятно просто мне нужно понимать и что дальше соцсети а дальше что что ты делаешь евгений в соцсетях напиши мне и не делаешь чего вы не делаете так у меня знаете вот прямой эфир я понимаю что нужно тему то раскрыть но мы когда вот комментарии читаешь и это кстати дополнительный материал то есть любой комментарий это дополнительный материал сделать из этого комментария целый будущий материал да вот хороший момент значит социальной сети вконтакте были входящие заявки в основном просто интересуются что за работа отлично евгений смотри значит даю информацию о компании а как ты ее даешь то есть ты их даешь ее кому и как происходит этот процесс отлично это хорошо вот сейчас мы разберем этот эфир именно для этого друзья то есть одно дело я даю а дальше что ну дал и информацию ну спасибо до свидания еще тут еще один момент есть интересный по поводу комментарии евгений сейчас я его перепишу значит дается дается информация информация о компании отлично и пример приведу ладно понятно ну хорошо давайте так сделаем начнем вот с этого момента значит соцсети но перед тем как и значит говорить о том что кто-то что-то кому-то дает что-то где-то в социальных сетях там даете информацию до кому-то пишите рассказывайте конечно первое человек должен где находиться напишите мне пожалуйста чтобы что-то кому-то давать рассказывать там показывать делиться какими-то материалами напишите пожалуйста где должен быть этот человек чтобы что-то делать а мы потом этот момент разберем в том плане а как этот туда человек попал вообще и вы все поймете вы все поймете еще целевую аудиторию за заодно вспомним сюда же прицепим эту тему я говорю то есть можно вот просто каждый день одну и тёж одну и ту же тему рассказы но человек должен быть да уже работать в этой компании быть партнером абсолютно верно компания без разницы какая но раз уж у нас сегодня продолжение вчерашнего материала да вчера мы разговаривали плотно подробно и очень эмоционально разговаривали о компании бифри а сегодня особенно после прямого эфира который был в компании бифри от нашего бизнес-тренера татьяна романова и гениального уникального супер человека который зарядил сегодня тысячи людей просто на на подвиге зарядил до подвиги это еще так коротенькое слово такой подвиги так вот значит что мы у нас есть да мы тут вот получили комментарии значит первое давайте чуть-чуть перемотаю так значит для того чтобы то есть мы ведем бизнес в интернете в какой-то компании и естественно чтобы о компании рассказывать надо быть в этой компании да а а тема какая у нас где брать людей отлично где брать людей ну что начнем и так во первых перед тем как в этот момент поднять да где брать людей нужно задаться вопросом как вас угораздило в эту компанию попасть кто вас туда привел или что привело вот важный момент перед тем как у вас станут задачи кого-то звать делиться информацией работать в соцсетях это все здорово вопрос в другом вы как сюда попали в эту компанию давайте ковыряться вот в человеке который пришел в эту компанию можем во мне поковыряться да но у меня очень много я уже часто очень этот момент поднимал не не совсем понимаю что за партнер валентина какой партнер я говорю про другое каким образом мы пришли в эту компанию что нас сюда привело и может кто-то или что-то повлияло на то чтобы мы пришли именно в эту компанию а не в другую может мы несколько компаний рассматривали в встретила марселя в тик токе нормально отлично а теперь наверное мы приблизились мы опять ко мне пришли да ладно хорошо ну марселя ты вы встретили евгения хорошо а что вас именно ко мне привело то есть одно дело вы сидели получается в тик токе это я понял хорошо а вот смотри-ка пришли из-за сложной финансовой ситуации но это не например Татьяна никакой не пример это не пример это стопроцентный факт то есть смотрите любой человек знаете на что повлияло на то что мы куда-то пришли во первых это был в любом случае осознанный выбор в такую компанию как в нашу ну я не знаю может кто-то ухищряется да какими-то уловками пользуется но в бифри допустим как пример да в бифри просто так из-за того что у меня такая сложная финансовая ситуация пойду-ка я приду в бифри да да нет уж конечно я мог и в какую-нибудь пирамиду сходить да в какой-нибудь хайп проект какие-нибудь проценты кэшбэки зайти да купить биткоинов которые упали купить за 60 тысяч долларов да когда я пришел в бифри биткоин стоил 60 тысяч долларов а сейчас у нас да биткоин стоит 38 тысяч долларов обалдеть да классный бизнес я про комиссию молчу люди увидели что здесь они смогут закрыть свои проблемы а а вот тогда отсюда вот у евгения была конкретно она искала дополнительный доход это же хорошо но я так понимаю евгения ты не только компания бифри присматривалась потому что сюда невозможно за один день прийти все равно требуется наблюдение потому что это же это же интернет здесь могут скажем так быть подводные камни да подводные камни в интернете их очень много и надо перебирать компании да надо их изучать рассматривать и вы знаете вот самое первое да что можно отметить когда у нас тем какая-то где братья людей в бизнес перед тем как кого-то куда-то брать или приглашать искать находить мы должны быть в компании значит мы что имеем по факту мы имеем то что мы находимся в компании все два месяца наблюдали да кто-то больше я больше наблюдал это нормально два месяца это ерунда нет я раньше вообще толком не наблюдал я один день только изучал смотрел что как проходить регистрацию что-то там кошельки если вот в целом интернет брать период за шесть лет где-то 2016 примерно год я начал уже в интернет заходить чтобы что-то изучать находить искать дополнительный доход конечно опыта не было вообще никакого слова ноль никакого опыта то есть я понимаю да что в интернете кипит жизнь я понимаю что там куча блогеров мы за ними наблюдаем там они там зарабатывают потом появились такие соцсети как тик ток начал активно раскручиваться инстаграм последние три-четыре года тик ток последние два года бомбит просто и хочется знаете как отметить интересный момент что мы встретились в большинстве случаев все-таки или тик ток или инстаграм но удивительным образом вот тик ток такая интересная соцсеть это короткие ролики 15 секунд и он какой-то динамичный то есть в него много вложили денег разработчики те кто его пиарил вообще прокачивал его чтобы он стал популярным он реально стал популярным и социальные сети они ведь как для чего нужны во первых в социальных сетях находятся люди это мы мы понимаем прекрасно кстати тик ток я скачал знаете когда я вообще его не любил меня раздражал тик ток потому что там вот он мне не нравился вот честное слово меня вообще раздражал он очень привет привет всем привет здравствуйте всех рад видеть кто присоединился и не забывайте ставить лайки мне будет очень приятно и наш эфир будет улетать в рекомендации и он кому-то пригодится так вот в конце концов когда я испытывал огромный негатив к социальной сети тик ток я не знаю почему она меня бесила просто раздражала там очень много приколов очень много каких-то глупых тупых приколов вот почему меня бесил тик ток и вы знаете что случилось за полтора года у меня дошло до того что некоторые ролики набирали по 600 тысяч просмотров не какие-то 3 5 6 10 100 там 200 600 тысяч для меня это вообще лично для меня это взрыв но есть же понятие ну ладно посмотрел это же как социальная сеть приколов но когда в социальной сети приколов это знаете как вот я вам такой пример сделаю сразу у меня представляется болото большое да вот представьте глаза закройте да вот большое болото камыши там трава паутина паучки короче говоря и вот миллион или миллиард лягушек квакает представили да миллиард лягушек квак вот представьте себе да как все когда заквакают это все равно что вот эту ленту листаешь листаешь у тебя вот такая голова, ну столько квакающих лягушек, и вдруг появляется кто-то, когда ты вот это полдня или день, неделю, две недели листаешь, в конце концов, ты кого-то встречаешь, мы друг друга встретили в соцсети, и ведь мы попали в соцсеть, почему? Во-первых, нас в эту соцсеть все-таки для того, чтобы там что-то делать, привел какой-то бизнес, а мы же должны в интернете развиваться, и вот сейчас я вам быстренько открою секрет, секрет вот этого вот момента, да, а где людей брать? Я вам скажу, где брать людей, я вам поделюсь с вами бесплатно, чтобы вы знали, где брать людей, вот Марсель, например, да, или Евгения, да, или, значит, Валентина, да, мы где взяли людей? Вот я, например, пришел к своему пригласителю в компанию, да, во-первых, у меня стояла цель, я хотел зарабатывать деньги, я наблюдал за компанией, благодаря социальным сетям, да, нужно отметить, что благодаря смартфону, благодаря социальным сетям, мы наблюдаем, сначала ищем компанию, потом по каким-то причинам нам нужно понять, а с кем мы пойдем в эту компанию, да, кто наш пригласитель? Мы из огромной массы людей находим, мы не знаем, да, это на подсознательном уровне происходит, мы находим своего пригласителя и идем в компанию. Видите, что получилось? То есть, когда мы хотим, мы смотивированы, и чем нам хуже, да, чем нам хуже, в каком плане? Чем меньше у нас денег, чем больше у нас забот, и, казалось бы, не решаемых проблем, вот мы как белка в колесе, да, мы не знаем, что делать, где брать деньги? Надо идти в интернет, да? Ну, опять же, вот у нас есть, у нас у всех практически есть такой совсем, не совсем хороший опыт, да, это потеря денег в интернете. И вот в этот момент ты начинаешь понимать, что согласен, да, он вообще жесткий стал, очень. Я сейчас по поводу этого вопроса подниму момент, да, когда мы, значит, когда мы начали что-то где-то пытаться заработать, мы поняли одно, что без денег в интернете тоже ничего не заработаешь. Потому что в тех случаях, когда без денег, надо кучу времени, просто вообще очень много времени, какие-то кнопки нажимать, там что-то делать, что-то какие-то, были краны какие-то раньше, да, то есть нажимать каждую минуту или каждый час какую-то кнопку, тебе что-то капнет или не капнет. А в тот момент, когда нам накапала, скажем, колбаса, да, получилась котлетка, когда нажимаешь кнопочку «забрать деньги, вывести», тебе пишут «заплати комиссию». Получается, ты полтора, два, три месяца, даже полгода тыкал кнопки, а тебе говорят «давай деньги, чтобы свои же деньги забрать». И у тебя в этот момент что происходит? Ага, ты такой «так, так, а здесь что-то не то, похоже, это лохотрон». Отсюда родилось слово лохотрон. Все, у кого на языке слово лохотрон, они уже где-то облохотронились, да, они уже потеряли и время, и деньги, и всё на свете. Иначе бы они слово это не применили бы. Как можно применить слово к тому, в чём ты себя не попробовал? Ты же, или просто это уже балабольство, да? Ну как, ты бла-бла-бла-бла, да? Как лягушка на болоде, кукарекаешь там сидишь. А по поводу лягушек, кстати, то, что касается… Я, Света, зашёл без VPN, спокойно. Если вы меня слышите и видите хорошо, у меня ничего не включено. Я сам не понимаю, работает прекрасно. Добавить мне нечего. Так вот, по поводу лягушек на болоте, то, что касается соцсети TikTok, значит, когда ты видишь человека, то его речь, его предложение в твой адрес, не прямо в твой, а когда ты его смотришь, этого человека, получается, его информация, она заходит в тебя. Ты получаешь эту информацию. А вот если взять всю соцсеть, то это как большое болото с лягушками, все кукарекают, кудахтают, да? Все крякают. И получается, что мы можем запутаться в этой куче информации. Потому что те, кто касаемо образно лягушки, которые не несут никакой пользы. То есть, это просто, вы знаете, как комары или как пчёлы. Вот так гудят, и у тебя голова начинает от них болеть. Потому что ничего путного нет, ты прожигаешь своё время, но ты не отдаёшь себе отчёт в этом, да? О, ты же что-то смотришь, там, изучаешь. Ну да, 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 ты ищешь, ты копаешь, роешь, да, роешь, нарыл себе информацию, нарыл своего Марселя, свою Регину, Свету, Оксану, да, Валентину. Но ты нашёл его, её, пришёл к ним, и вы дальше там уже общаетесь. Поэтому, когда мы поднимаем вопрос, а где же людей брать в бизнес? Ну, я вам скажу, что в большинстве случаев всё зависит от того, а что мы делаем в этой соцсети. Если мы кого-то встретили в соцсети и пришли к этому человеку, а он уже был в бизнесе, ну, как это работает? А с этой информацией надо поработать самостоятельно. То есть, получается, я такой хочу денег заработать, никому не верю, откуда и кому, я никого не знаю. Я захожу в соцсеть, начинаю ковыряться. К тому пришёл, вот у нас партнёры есть, которые потеряли в различных пирамидах, в различных хайпах, процентниках. Потеряли деньги? Потеряли. Вы туда за кем пошли? Вот мне интересно, вы туда пошли за людьми, которые вас туда позвали, это важно. Или вы пошли всё-таки за деньгами, в первую очередь. Вот это важный момент. Вот, две медали, да, за людьми, которые вас позвали. Или на людей, за деньгами. Вот. Видите, как получается? Вот с этой надо информацией работать, чтобы понять, где людей брать. Да, по поводу очень дружной большой семьи полностью согласен. То, что касается компании BeFree, ну, это уникальная, уникальнейшая компания. И равных ей просто нет. От слова совсем. Не с чем сравнить. Так вот, получается, что первое, когда мы идём за кем-то, за деньгами без людей Валентина пошла. Отлично. Очень я знаю твою историю. Вообще история, конечно, огонь просто. То, что касается за деньгами без людей. А второй момент, когда мы кого-то позвали и нам отказали. Вот, у нас есть, у нас, у нас есть вот компания, компания, да, вот смотрите, вот, если взять вот листик бумаги, да, вот так, вот, и просто столбец нарисовать за людьми и за деньгами. Ну, мы в любом случае пошли в интернет за деньгами. Но тут такой момент есть. Наверное, не столько за деньгами, сколько всё-таки... Нет, смотрите, как получается. То есть, я пошёл за деньгами. Но, Валентина, а как ты можешь за деньгами без людей? Я не говорю, что там команды какие-то. Нет. Если ты хотела за деньгами, тебе надо было, не знаю, положить деньги в банк под проценты. Копить и откладывать. Если за деньгами. Там не нужны люди, там просто ты идёшь, кладёшь. Получается, в банке сколько процентов? 5-6-7. А в интернете 35-40 в месяц. А в банке 5-6-7 годовых. Вот вам, пожалуйста. Мы все через это проходили. И здесь проблема кроется в том, что у нас не было финансовой грамотности. Финансовой грамотности не было. От слова вообще ноль просто. Потому что есть... Ну, как бы как нету... Я понимаю, что это риск. Но в тот момент, когда мы берём... Вот в том-то и дело, что не разбирались. В тот момент, когда у нас нет этих денег. А нам дают такой, знаете, сигнал. Команду. Возьми в кредит. Возьми в долг. Вот это... Это уже сигнал. Если мы в этой теме не разобрались. Первое. Не разобрались. Второй момент. Взяли в долг. Да? Я сейчас человек понимаю, о ком речь. Не разобрались. Взяли в долг. В кредит. Отдали под большие проценты. И всё, что нам обещали там, да? В виде маркетинга. В виде бизнес-плана. В виде каких-то там начислений будущих. Нас кинули. Неприятно. Поэтому, когда выбор идёт осознанный, но осознанный выбор, выбрать компанию осознанно, или мы выбрали компанию, хорошо, я всё, я выбрал компанию. Но тут речь о другом. Во-первых, сколько денег ты хочешь заработать? Это раз. То есть, нужно же понимать прекрасно, что в интернете что-то делать-то надо. А если нам обещали, что делать ничего не надо, просто деньги вкладывать, под большие, ещё большие проценты будут платить, конечно, здесь не было финансовой грамотности, и мы пострадали. Это любой человек потеряет деньги. Тут ты не... А может быть, тебе будут платить, и возможно, ты своё вернёшь, но жадность и алчность снова туда нас... Мы туда опять скажешь, вот я тебе всё выплачиваю, ты такой успокоишься, такой, ага, уверенный в себе. Ну-ка, ёлки-палки, так заработал, дай-ка заново закину, ещё побольше возьму, займу. В этот момент серое вещество отключается, да, от Wi-Fi, от здравого смысла серое вещество отключается. Все деньги, которые есть, включая кредитные деньги, возможно, люди продавали там недвижимость, продавали машины, брали кредиты, занимали деньги, и туда бухали. И вот в этот момент как раз эти замечательные компании куда-то исчезали вместе с деньгами, да, и вместе с этими обещалкинами. И знаете, самое удивительное, что особо-то ничего не докажешь, потому что всё так хорошо там замаскировано, что, ну, извините. Поэтому, когда мы приходим в бизнес, где у нас вопрос рождается, а где вообще людей брать в бизнес, надо же работать, деньги зарабатывать. Так вот, самое-то интересное зло, которое ждёт человека, который пришёл зарабатывать деньги самостоятельно, осознанно принял решение зарабатывать деньги в интернете, а ему говорят, чем больше денег вложишь, тем больше заработаешь. Полная фигня. В этот момент человека как раз и обманывают, потому что это не может быть истиной. Давайте возьмём жизненный пример. Например, вот сейчас у нас накануне наступает, ну, будем говорить правду, правду смотреть, да, смотреть правде в глаза. Например, нам предлагают бизнес, выращивать помидоры, огурцы. Мы понимаем, да, помидоры все едят, огурцы все едят. Ну, давайте купим, купим не 100 саженцев, да, а купим тонну саженцев. Ну, нам жена говорит, много надо вложить, чтобы много получить. Вот просто тупо ситуация, вот тонна саженцев, вот просто. Не 100 штучек в горшочке, да. Ну, допустим, ты их посадил, я не знаю как, но посадил. И то надо время, чтобы этим заниматься. А когда помидоры с огурцами появятся? Сколько надо работы проделать? Про это никто не говорит. Я же образно пример делаю, да, про это никто не говорит. Дальше поехали. Поливать, ухаживать, хранить. Вот они выросли, да, вот они все выросли, поспели. Собирать надо. Кто будет собирать? Где будешь хранить? Кому будешь продавать? Как много сможешь продать? Сколько у тебя уйдет в брак? Сколько съедят жучки? Сколько испортится, прокиснет, протухнет, не соблюдая условий хранения температуры и так далее? Поэтому, когда нет бизнес-плана и нас куда-то приглашают, во-первых, нас вводят в заблуждение. Если человек не может объяснить, сколько будет заработано денег, если вложить столько денег, сколько будет заработано, по какому принципу, какие риски или их отсутствие, ну, такого не бывает, риски есть везде. Без риска не бывает вообще. И про кирпич все помнят, да, что кирпич тоже может прилететь оттуда, где не ждешь его. Поэтому очень важно перед тем, как приходить в компанию, чтобы потом вот так не сидеть, да, скажется, нафига я вообще пришел в эту компанию? Ну, работал бы дальше на работе. И получается у нас точка невозврата. Когда ты потерял, не разобрался, эмоционально ты угас просто эмоционально, да? Потому что у тебя ничего не получается. Вот сейчас примеряйте на себя. Если у кого-то что-то не получается, примеряйте на себя. Разберитесь прямо. Первый пункт. А вы разобрались в том, как компания работает? Если разобрались, ставлю лайк. Следующий пункт. В каких соцсетях мы с вами встретились, познакомились? Вы в этих соцсетях делаете так же, как ваш пригласитель? Если делаете так же, как ваш пригласитель, опять ставлю снова жирный лайк. Третий пункт. Какие у вас результаты? Они такие же, как у пригласителя, или меньше, или больше? Если больше ваши результаты, или такие же, как у вашего пригласителя, ставлю жирный лайк. Если результатов нет, это не значит, что вы что-то неправильно делаете. Это говорит о том, что, скорее всего, вы делаете что-то не то. Или вы это еще не делаете. То есть, если ты есть в соцсети, ты встретил своего пригласителя в соцсети, он успешный человек, он развивается, останавливается, у него есть результат, и его результат от тебя никак не зависит, потому что в принципе мы говорим о матрице, и один человек он погоду не делает, да, то есть, нужно постоянно расширять первую линию, и чтобы люди приходили. Не только у одного, да, у всех, чтобы люди приходили. Иначе не будет урожай, не соберешь просто. Некому будет, и нечем кормить. Не будет у тебя ни помидоров, ни огурцов, ни денег, чтобы в следующий раз их купить и снова выращивать. Поэтому, если вы не такой же активный, как ваш пригласитель, то, скорее всего, результата у вас не будет. Что хотите, говорите, думайте, но если у вас нет такого количества материалов, роликов, прямых эфиров, если вы с лицом не выходите, или делаете это безумно редко, если вы делаете это редко, друзья, уважаемые гости эфира, я вам честно скажу, не будет успеха. Матричный проект, он ведь не работает, как пирамида, что давай там, какие 150 долларов, 300, в пирамиды несут десятки тысяч долларов, миллионы рублей несут, чтобы ничего не делать и получать там тысячу в день, или пять тысяч в день, но они поэтому и закрываются, потому что туда люди несут и несут, прям все свои последние деньги они несут, забирай давай, открывай, закрывай, мы еще кредитов наберем, пока нас на улицу гладь, пока в лес не пойдешь жить, да? Поэтому, когда предлагается ничего не делать и вкладывать кучу денег, да, свидание, надо говорить, а когда говорится, что нужно работать и вкладывать совсем маленько денег, один раз причем, да, один раз вложил и все, никогда больше не вкладываешь, и уже время вкладывать, ну, тут вот у нас проблемы какие-то появляются, да, что оказывается, надо что-то делать. Ну, извините, давайте вернемся в тот день, когда вы устроились на свою работу, но перед этим еще ходили, шесть лет получали образование, или пять лет получили корочку, которую у вас, где сейчас корочка эта, вот, вспоминайте, где ваш диплом, да? Вот, туда возвращайтесь сразу туда, в свои, в 25, сколько там вам было, нам, нам сколько было с вами? Понятно дело, что мы не задумывались, мы же об этом не знали, да? Это сейчас мы такие все задумывались, ага, денег нет, надо заработать. Так вот, что получается? Раскрывая вот эту тему, где брать людей в бизнес, я вам скажу, мы живем в такое интересное время, когда нас не надо нигде брать, мы сами приходим туда, в этот бизнес, понимаете? Только все равно, что, например, смотрите, вот все, например, вот реклама идет, все, крутой фильм там какой-то, классный, супер актеры, классные актеры, все, самые лучшие киногерои, там звезды, все, билет купили, кто-то не дошел до кинотеатра, такое тоже бывает, да? То есть, билет купил, не дошел. А как это можно с бизнесом сравнить? Вот, лично мое представление, да, то есть, тебя звали в бизнес, все, ты прям вот все-все уже зарегистрировался, все, надо покупать уже, заходить, потом хлоп, человек не выходит на связь, сначала один день, потом неделю, потом месяц, ну и все. Потом смотришь, а у тебя история переписки почищена, кто-то почистил, наверное, он, скорее всего. Другой вариант развития событий, переписку не почистили, просто человек не пишет и больше ничего не хочет. И третий вариант развития событий, еще четвертый, когда человек в эту компанию пришел в итоге, только не к тебе, но ты его звал в кинотеатр, а он не пошел с тобой, ему с тобой просто было неинтересно. И через это мы проходили, и будем проходить дальше, потому что нам всегда нужно испытывать этот стресс, всегда нужен для того, чтобы постоянно работать над своими ошибками. Может ты с ним разговаривал и с ней, или с ней, когда у него настроения не было, но ему надо было. Так вот, если мы говорим о том, что все-таки люди купили билеты, пришли в кинотеатр, по твоей рекомендации, заплатили за бизнес, пришли вы вместе, да, но тебе этот фильм понравился, а им нет. Понимаете как? Двоякое будет состояние. Об этом надо тоже думать, что пока вы там диалог вели вдвоем, втроем, пока человек выбирал себе места, первый ряд, второй, третий, пятый, вип-места, вип-ложи, может там с массажем, да, разберем программу Everyday Autohaus, 150, 75 или 2700 долларов, да, пришел, но все, он уже пришел, купил, 900, кто-то на 8 стол приходит, и что-то происходит, то есть, угас, утух, но это же не стопроцентный факт, это невозможно определить одним каким-то случаем. Мы не знаем, что происходит первое в голове у человека, в его личной жизни, да, в голове, в его окружении, что происходит, мы не знаем, потому что на его настроение и на его результат в бизнесе и успех в его бизнесе, он зависит не только от наставника, не только, в первую очередь от себя, как ты себя настроишь. Второй момент, как ты будешь вести соцсети, если ты их ведешь, это ладно, значит, ты их не очень ведешь, потому что всегда есть правило 90 дней, и я вам скажу, это работает, потому что, когда я пришел в компанию BeFree, первые 90 дней у меня не получилось, это стопроцентный факт. Неважно, сколько я наблюдал, сам факт, когда я в компанию пришел, а вот вторые 90 дней, друзья, меня пробило, и правило 90 дней я подтверждаю, потому что есть с маленькой оговорочкой, если ты что-то делал за эти 90 дней, а если ты не делал ничего за 90 дней, да тебе хоть 900 тысяч дней дай, у тебя там не будет никого. А смысл об этом говорить, если человек никак вообще о компании не рассказывает, не ведет социальные сети, боится всех, себя, боится человека в зеркале, откуда об этом человеке кто-то узнает. И вот я вам скажу, смотрите, как интересно получается на примере, личный жизненный пример, да, то, что все-таки если подытожить, я пришел в компанию, у меня не получилось получить результаты за 90 дней, а что делать эти 90 дней? Как что делать? Рассказывать о компании, в которой ты находишься. первые люди, кто придет в компанию. Даже вот можно сказать, что Валентина один из первых людей, кто пришел в компанию. Антонина, Валентина, да, Руслан, Сережа вот пришли. Это люди, которые пришли в первые дни компании. Но, как часто мы видим этих людей в соцсетях, и какой у них финансовый результат? По истечении первых 90 дней, вторых 90 дней. Дело в том, что за эти 180 дней, за эти полгода у человека вырастает экспертность. Какой бы у него не был финансовый результат, если человек что-то делал, то тот, кто его позвал в эту компанию, он ему помогает, потому что эти люди его вдохновили на будущий результат. Вот вам фишка, понимаете? Поэтому, конечно, другие экономические явления там где-то, да, по состоянию здоровья человек может угаснуть. Очень хороший комментарий по поводу страны советов. Это теплый круг, родственники, друзья, знакомые, которые тебе посоветуют сюда не ходить. А если ты принял решение сюда прийти, то они будут за тобой только наблюдать. И немножечко как-нибудь на тебя капать. Эй, дурак! Или там покрутят перед у виска. Вот, за те 90 и плюс 90 дней, пока там ты, значит, все это вот на себе все это воспринимаешь, потому что ты же новичок в этом бизнесе. Я новичок, вы новичок. Да, кто был новичком, кто не был. Кто уже прожженный приходит, сразу с командой по проектам, кто гуляет с одного в другой, да. Им вообще без разницы, в какой проект заходить. Там сразу 100, 200, 500 человек зайдут. Там за неделю будет результат. Такой, у которого за год нету людей. За год. Хоть ты там локоть кусай, не будет результата такого. Потому что люди с командами. Но хочется сказать, что те, кто с командами-то пришли или приходят. Такие тоже есть. Да, сетевики. А если человек с командой пришел, как думаете? Он в любой компании будет успешный. Ему без разницы, куда приходить. Понимаете? Но там обратная сторона медали есть. Если этот человек вводит свою команду только по проектам и снимает сливки по реферальной программе. Конечно, в конце концов, вся эта команда, она рассыпется. Потому что люди, которые за ним ходили, где-то заработали, где-то потеряли, где-то хорошо потеряли. Но хорошо не заработают. Потому что реферальная программа, она не кормит никого, кроме создателя компании. А это уже финансовые пирамиды, процентники и так называемые хайпы. Поэтому они много-долго не ходят. Они очень подвержены общественному мнению. Потому что там стоит только тому, кто в эту компанию хочет прийти в какую-то, да? Он только рот откроет, что сюда не идем. Все, ты можешь забыть про этого человека навсегда. А вот были ситуации у нас, когда человек с командой, а пока он там думал, человек из его команды взял и в компанию пришел. Там было куча недоразумений и разногласий. Между тем, кто его позвал, между его человеком, за кем он шел. Потом в итоге все они в одном месте встретились и очень сильно разосрались. Вообще ничего хорошего нет. То есть получается у человека как раз нет своего собственного «я». Сказать все, до свидания. Кто ты такой вообще, чтобы я тебя слушал? Иди своей дорогой. Это мой выбор. Я хочу попробовать себя в этом бизнесе. Никто никому указывать не имеет права. Ну кто ты такой, чтобы указывать? Человек. Человек. А почему я должен твои указки проглотить? Иди отсюда. Почему? Какие основания есть для того, чтобы я тебе только за тобой всю жизнь ходил? Я тебе что, собачка какая-то что ли? Нет, конечно. Это нельзя допускать. Нельзя собой манипулировать. Ни в коем случае. Если вами манипулируют, вы никогда не добьетесь успеха. То же самое на работе. То же самое на работе. Проценты получает с вас ваш работодатель. За вашу работу ваш директор получает проценты. Лакомый кусок получает. Поэтому, что пирамиды хайпы, что работа на дядю, одно и то же вообще. Понимаете? А когда люди говорят, есть гарантии, соцпакет. Какой соцпакет? Я в одном из прямых эфиров где-то мне написали, что, или в тиктоке вел, или не помню. Что вот типа там на питание выделяется. Я говорю, что сюда, за еду пришли что-то работать? За еду идите вон, дворы метите. У меня одна фраза. Мести дворы и все. Если за еду, мести дворы. Причем, знаете, это очень-очень сложная работа. Это только кажется, что легко. Ты психологически выгораешь. Потому что в нашей стране, это, наверное, я не знаю. Это такая работа, действительно, где человек выгорает. Ее можно, конечно, ей воспользоваться, когда совсем вообще нет вариантов. Потому что любой физический труд, он человека облагораживает. Но человек выгорает в своих собственных глазах. Самооценка падает очень низко. И я вам говорю, как бывший дворник. Я полтора года мел дворы. Собирал бычки и презервативы весной. Поверьте, я знаю, что это такое. Но я не выгорел. Это меня закалило. Такие были обстоятельства. Как дополнительный вид заработка. Поэтому я хочу сказать, что когда у нас в жизни определенные обстоятельства есть. Вы знаете, это очень крутая штука. Наша жизнь. Люди иногда не знают, что в соцсетях делать. А я не знаю, кого вы там боитесь в соцсетях. Если вы боитесь телефона, тогда нужно идти к психологу. Потому что если ваш наставник или команда на вас не может повлиять. Если у вас слабенько развиты соцсети. И вы должны четко понимать, что в любом бизнесе, особенно сейчас. Удаленка, дистанционка, дистанционные видеоконференции, онлайн-презентации, онлайн-работа людей с людьми. Она людей очень сближает. Она людей очень утепляет. И в тот самый момент, друзья, когда мы вспоминаем название нашего темы, нашего эфира, где брать людей в бизнес, я вам скажу, если ты стал любимчиком, если у тебя появился любимчик в интернете, тебе не надо никого искать. Он тебя сам найдет и скажет, Марсель, я хочу в твою команду. Так произошло со мной и происходит по сей день. Просто то, что сегодня мы видим сумасшествие на рынке ценных бумаг. Самое настоящее сумасшествие. Моразм просто. То, что происходит с экономикой разных стран, включая и нашу страну тоже. То, что происходит с политикой. Это все где? Вот тут вот крутится. А что надо с этим делать? Когда вы в туалет ходите, что делаете? Вот как раз вот этот поплывок надо или нажать, или поднять. И как следует хорошенько смыть вот это все, что у тебя в голове. Иначе вы не сможете, друзья, вы не сможете переключить фокус своего внимания туда, где как раз вы находитесь. А то, что касаемо где брать людей, да не надо их нигде брать. Всегда начинайте с себя. Спросите, а вы как этого товарища нашли? Как ты пришел вот сюда? В этот магазин кто тебя надоумил? Тебе же кто-то сказал, что в этом магазине хорошо. А может тебе наврали. Но когда люди пришли, проверили, и им реально это понравилось, вы же не сразу приняли решение. Сначала мы познакомились, друзья. Мы пообщались, созвонились. А только после этого вы поняли, что здесь не какая-то афера или шарашка, в которых мы нагулялись уже с вами. Не один год причем, да? По пирамидам много кто погулял. Я тоже нагулялся. До сих пор аукается еще. В каком смысле аукается? Среди родственников, среди друзей. Очень сильно аукается. Потому что не верят они. Какой бы ты успешный не был, если мы где-то, простите меня, да, облажались. Где-то облажались, да, деньгами, своими, чужими, кредитными. Но информация просочилась, да, каким-то макаром, да, к нашим родным, близким. Ну, друзьям, да, к нашему теплому, холодному кругу. Где-то в соцсети мы там что-то качали, а оно куда-то исчезло. Вы знаете, как обидно? Поэтому, чтобы подытожить наш эфир и не затягивать его, давайте подытожим. Надеюсь, все поняли, да, в чем заключается, как раскрывается этот вопрос. То, что у нас нет задачи за уши затаскивать куда-то кого-то. Раз мы пришли в эту компанию, мы пришли на кого-то и за кем-то. В этот момент нужно сесть, обнулиться и забыть. Все на свете, кроме своего наставника. Потому что именно тот человек, который стал для вас путеводителем в этом бизнесе, если вы и действия, похожие на его действия, не выполняете, друзья, то, что касается ваших наставников, в ваших командах, ваших пригласителей, ваших кураторов, без разницы. То же самое и на работе. Если старший менеджер, старший продавец дает какие-то рекомендации, указания, директор с утра, и вы не выполняете простых действий, значит в нашей компании, в вашей, в нашей, в другой любой компании того финансового результата, о котором вы там мечтали, планировали, вы не получите до тех самых пор, я не говорю никогда, а вы не получите такой финансовый результат до тех пор, пока вы не начнете что-то делать с самим собой. Холодное окружение делает всех сетевиков миллионерами, потому что теплый круг, он, как правило, самый холодный круг оказывается, совсем в другом контексте этой фразы. Вот здесь был вопрос такой по поводу, значит, тиктока, и что, значит, мнение разделилось по поводу хорошая, нехорошая соцсеть, блочит, не дает работать. Вы знаете, вот Оксана, я сегодня столкнулся, и как раз сейчас хочу поднять этот вопрос, мой прямой эфир это был, получается, он 3 марта, все было здорово и замечательно, и в тот самый момент, когда человек нажал на кнопочку «пожаловаться», соцсеть меня попросила выйти из эфира. Мало приятного, потому что я практически раскрыл вопрос. У меня появились входящие заявки, 10 штук, после эфира. Но вот обратите внимание, друзья, вот сейчас в профиле Instagram под моей аватаркой находится ссылка на Telegram-чат. Представьте себе, что вы недавно в бизнесе, или вы уже давно в бизнесе, но у вас результат ноль. То есть вы или еще не вышли на какой-то доход, или вы находитесь накануне выплаты, но вам не хватает каких-то дополнительных движений для того, чтобы как-то раскачаться, раскачегариться, что ли, да, неважно какая сейчас обстановка, поверьте, на планете 7 миллиардов людей и рождаются, и умирают, тут ничего не поделаешь, да, каждый день, то больше, то меньше. Суть это не меняет. Среднестатическое количество людей никуда не делось. Вы думаете, на фоне всех происходящих событий в мире, особенно Россию взять, СНГ, да, бывший СССР, вы думаете, люди не ищут, что ли, дополнительный доход? Вы знаете, как ищут дополнительный доход? Возьмите только такие компании, как Мега, Икеа, там, я не знаю, всякие, Леруа, Мерлен, иностранные компании находятся на нашей территории. Хорошо, они перестанут продавать свою технику, свои там, то импортное вот это, все, что привозилось. Отлично, рынки закрыли. Люди, что будут продавать? Они уволены будут, сокращены. Куда они пойдут? Да каждый второй пойдет в соцсети, в интернет. Они еще просто не понимают, что еще немножко и все будет закрыто. Потому что пока вся вот эта мракобесие не закончится, ну, надеюсь, оно скоро закончится, но мы этого не знаем. Люди-то, люди, люди, люди будут искать работу. Вот у меня теперь вопрос. Давайте мы вернемся в первый день, когда вы пришли в компанию, да, в вашу, в нашу, в вашу, кто в какой. Если вы в BeFree, молодцы. Если вы в другой компании, тоже молодцы, потому что, значит, вы уже в какой-то компании есть. Соответственно, что получается? Если вы с первого дня не начали делать то, что делал наставник с первого дня, и показывал, и рассказывал на примере своих социальных сетей, получается, как думаете, ваш личный бренд рос? Ну, напишите. Вот, второй момент. Ваше окружение, которое поспособствовало тому, наше, мое, ваше окружение, которое поспособствовало тому, чтобы личный бренд не рос. Тоже напишите. Помогло оно вам? Нет? В бизнесе развиваться ваше окружение. Пусть хоть жена, муж, без разницы, кто это такой. Брат, сват, мама, теща, бабушка. Неважно кто. Окружение, теплые контакты. Это вот они, вот. Раз, два, три, пять. Твоя вся вот эта вот родня, которые хотят, чтобы ты стал успешным в бизнесе или успешный. Это первый момент. Ни рос, ни личный бренд. Окружение помешало, да? Никто не помогал. Был наставник, была компания, в которую ты пришел или пришла. Это тоже не имеет значения. В итоге, что получается? Пока вот это все на нас повлияли, дали нам 500 советов, страна советов. Сами они, конечно, наверное, миллионеры все, да? Ездят на Мерседесах. Г-серии, да? Самые премиальные. У них у всех недвижимость по 3-5 домов. У них доход миллион рублей в месяц. Они тебе дают советы, как жить лучше. Если не так, соответственно, до свидания. Я очень рад, что ты мой брат, сват, сестра, мама, папа. Но ты не надо мне рассказывать. Если ты тут ничего не умеешь и не пробовал, давай мы эту тему прямо сегодня закроем раз и навсегда. Потому что ты мне в этом вопросе не советчик. Сразу спросите своего теплого круга. Какое у тебя образование? Ага, отлично. Сколько зарплата? 30-40 тысяч? 50? Ну иди зарабатывай свои 50. А я хочу зарабатывать 500. Ты меня научишь? Нет. До свидания. До свидания, дорогой. Гуляй на все четыре стороны. Иди работай, где ты там работал. Не лезь ко мне. И в этот момент, что у нас появляется? Первое. Мы вспоминаем, у нас наставник, оказывается, есть. Который примерно 15 часов находится онлайн. Каждый день. У нас есть команда. У нас есть вышестоящий наставник. Который может не 15 часов в день находиться. Но уже есть команда, в которую ты пришел. Потому что вас там точно не двое. Там вас 70, 100, 200, 500, 1000 человек. В зависимости от того, кто где в какой команде. Кто в какой чат пришел. Но это тоже не важно. Потому что у тебя есть инструкции в кабинете. И профессиональное обучение. И тебе не важно, кто у тебя тут под боком находится. Ты вообще можешь сделать так, чтобы они тебе не мешали. Просто с ними не общайся. Но и делай что-то. Если ты ничего не делаешь. Или делаешь непонятно что. Время уделяешь 5-8 минут. Тебя нету в соцсетях. Прямые эфиры не ведешь. Ролики не записываешь. Личный бренд не растет. Окружение твое советует тебе стать миллионером. Проходит год. Вот он прошел, друзья, год. Давайте подытожим. Языком цифр. Это я вам хочу сейчас подытожить. На собственном примере. Первое. Будет у меня циферка верхняя, нижняя. Примерно там что-то типа того. Так. Вот это самое смешное ВКонтакте. Это вообще. Насколько я помню, что-то вот так вот. Так. Потом у меня не развивалась какая-то... А, Фейсбук не развивается и не развивалась. Она какая-то непонятная. И Твиттер вообще ни о чем. И Одноклассники тоже непонятно. Так. Так. Телеграм-канал. Напишу 30. Давайте, друзья, подытожим. Значит, человек, который пришел в бизнес, сто раз укусил локоть. Образно. Хочу, получится, не получится. Там, бритый, мытый, немытый, непостриженный, красивый, некрасивый, с мешками под глазами. Да, без мешков. Мятый. Проснулся, не проснулся. Неважно. Я вам честно говорю. Да, где-то были там какие-то моменты. Вот пришел такой человек в интернет-бизнес с кучей долгов, с кучей проблем. Неуверенный абсолютно в себе. Познакомился с людьми в бизнесе. Пришел в бизнес. Я сейчас говорю про Марселя Загидулина из города Казань. Если вы знаете такого, ставьте лайк. Вот. Когда он пришел в бизнес, у него было 30 подписчиков в Ютубе. 360 в Инстаграме, ВКонтакте, да, было 7 подписчиков или 8. Честно скажу, вообще было, вот, может, 10 было, да, это там сестра, там на тот момент еще, когда был женат жена, значит, ее сестра, там еще какие-то. Ну, пусть будет 15-20 человек. И вы знаете, вот за эти полтора года более 150 человек ВКонтакте подписалось. Я вообще эту соцсеть не рассматривал. В Ютуб пришло более тысячу человек, друзья. Более тысячу пришло в Ютуб. Более двух тысяч пришло в Инстаграм. Фейсбук, Твиттер, значит, Одноклассники, там еще что-то. Но самое главное, Телеграм-канал. Вот этот Телеграм-канал, это очень-очень важно. Мы живем в такие времена, когда Телеграм-канал это самый крутейший инструмент для того, чтобы рекрутировать личный бренд. Что такое рекрутировать? Заявить о себе. Если я чел со стройки, без высшего образования, с кучей долгов и кредитов, благодаря своей, обращаясь к инвесторам, которые будут смотреть этот эфир, уважаемые инвесторы, криптоинвесторы, да пошли вы все знаете куда. Я благодаря вам по всяким пирамидам гулял, по хайпам. Вы не делились и не рассказывали о рисках. Вам было фиолетово, как человек может потерять деньги в интернете. Вам насрать было на это. Ваша задача сожрать свои 5% рефералки и забыть про этого человека раз и навсегда. Я обращаюсь к вам. Меняйте направление своей деятельности. Не портите свою карму. Когда я вот это понял, друзья, мой Телеграм-канал вырос с 30 человек до 600. Потому что Телеграм-канал я ввел и развивал его, ходил по этим пирамидам. И в конце концов, когда я начал в бифре развиваться, я полностью обнулился. И благодаря бизнес-тренингам нашей Татьяны, Танечке Романовой, нашего бизнес-тренера, я на сегодняшний день понял, как надо работать. Первое. Ртом работать, лицом работать, голосом работать, жестами работать, мимикой, мимикой работать надо. Лицом, мимикой, жестами, эмоциями. Но при этом откуда брать это все? Во-первых, надо быть в компании. Во-вторых, надо полюбить себя. Себя полюби, такой какой ты есть. С прыщами, с мешками под глазами, еще побольше сделаю, чтобы вот такие прям были. Неважно. Бритый, мытый, немытый, вонючий. Какая разница, тебя и такого полюбят. Если ты человек. Если ты свинья, которая интересует только проценты, реферальное вознаграждение, тебя любить не будут. А такие, которые пишут пирамиды, там лохотрон. Да чем больше вы пишете об этом, тем быстрее я популярным стану. Я ж никого не обманул. Поэтому и не собирайся, и не дай бог, чтобы мне мысль такая даже в голову пришла, какой-то процент где-то получить. Да я лучше его не получу. У меня было тысячи соблазнов зайти в какие-то эти штуки. Я вам скажу, нечего там делать. Не работает это, не приносит оно денег. Запомните это раз и навсегда. Деньги приносит ваше лицо. Почему певцы, музыканты, спортсмены, олимпийские там чемпионы, боксеры, хоккеисты, почему футболисты, почему они богатые? Да потому что, блин, они с лицом работают. Им не нужны компании. Они открытые. Будьте открытыми. Будьте открытыми людьми. Откройте, пустите в свою душу, пустите, я не знаю, вот желание, пусть оно из вас выпирает, желание поделиться информацией, которая поменяет людям жизнь. Заряжайте энергетикой людей. Не надо их заколдовывать. Не надо им лапшу вешать. Им надо дать информацию. Какую информацию? Это уже вам надо смотреть вчерашний ролик. О компании BeFree. А сегодня тема была, где брать людей в бизнес. Нигде не брать. Ты сначала в этот бизнес приди сам. А то, вот, значит, я сейчас тут людей наберу и приду. Да куда ты наберешь? Иди набери. Да тебе скажешь, да пошел ты. И правильно скажут. Потому что, как я могу пойти с тобой, непонятно куда, когда тебя там нет? Ты мне пытаешься рассказать, какой классный фильм «Аватар». А ты был в нем, в этом кинотеатре. Ты 3D очки одевал. Если ты его не смотрел, не одевал, то, что ты отзывы почитал о том, что, значит, этот фильм классный. Спасибо. Я без тебя разберусь. И в этот момент вы, друзья, теряете партнеры. Потенциально. Потому что, пока вы там телились, пока вы там изучали, вы потеряли время, вы потеряли людей, вы потеряли деньги, потому что это время можно было потратить вот на этот эфир, который посмотрит. В ближайшие месяца полтора-два, 100-200 человек. В ближайший год полтора, тысячу человек. Я хочу сказать, что сегодня у нас 6 марта 2022 года. На дворе зима. А никак не весна. Какой-то мороз пришел, красный нос. Хоть Новый год отмечай. Реально дубак вообще. Поэтому, что я хочу сказать. Я хочу завершить эфир, да, и сказать, и зарядить вас на успех. Но, понимаете, можно бесконечно, вот смотрите, можно бесконечно проводить эфиры. Но самая, знаете, фишка какая произойдет. Новые люди, как не то, что новые, а люди, которые меня не знали, вдруг зашли на эфир. Они запали, залипли, подписались, перешли в телеграм-канал, перешли в телеграм-чат, увидели, послушали, понаблюдали. И они пришли к Марселю, не к вам, потому что вас там до сих пор не было. Я понимаю, да, что первые 90 дней ты утепляешься, ты там что-то с тобой происходит, ты там всех послал, у тебя все тебя послали. У тебя война в голове, война миров. Левое и правое полушария вот так работают. А дальше-то что? Дальше что дальше? Если есть альтернативы и варианты, как заработать миллион в месяц, напишите мне тут, кроме запрещенных. Поэтому, друзья, на этой нотке могу сказать вам, что успешным человек станет с чистой совестью, прозрачный, открытый, с лицом, в прямом эфире, и не только в прямом эфире. Нужно захотеть найти время и пробудить в себе желание воспользоваться этим временем, чтобы прийти к успеху в социальных сетях, рекрутируя себя, работая над личным брендом, показывая себя, рассказывая о компании, раз уж ты в бизнес пришел. Если носки вяжешь, покажи, что ты связал. Покажи. Но сначала научись. Пока учишься, расскажи, что ты учишься. Вот как это работает. И у вас будет куча людей, подписчиков. Не надо вам ни на кого подписываться. Подписывались мы там, бог знает на кого. Где эти подписчики все? Сколько подписчиков? 300, 500, 1000, 2. Сколько людей в команде? Вот. Дэбит с кредитом не сошелся, да? Поэтому ровным счетом подписчик вообще ничего не дает. Он должен у тебя в бизнес быть подписан, а не в твоей соцсети. Вот. Или в твоем телеграм-чате быть в команде. Быть админом, смотреть за порядком, заряжать людей на позитив, проводить прямые эфиры. Вот что должен делать твой подписчик в соцсети. Вот тогда ты станешь успешным. Потому что если к тебе придет два, три, четыре таких человека, которые взорвут эти соцсети вместе с тобой, ты и они станут долларовыми миллионерами. Всех обнял. Спасибо за прямой эфир. Ставлю лайк. Так что до скорых встреч.